Дорогие друзья, рада приветствовать вас на нашем канале студии изобразительного искусства Немести Пашкина Виктор Алексеевича. И сегодня я хочу вам показать свои работы и немножко рассказать о создании портрета сухой пастели по фотографии. Итак, с вами Ольга Кудрявцева, начнем. Выбор бумаги зависит от образа портрета, который вы хотите создать. Обычную плотную бумагу я беру, если хочу показать некую динамику, резкость и подчеркнутость линий, а также для создания эффектов перехода из резкости плана в растяжку и плавность тона при растирании и смазывании пастельного слоя. Велюровую бумагу я обычно использую при создании так называемого нежного портрета, обычно детского или женского, если не стоит другая задача, так как велюровая бумага позволяет создать мягкость линий и наложение множества слоев пастели за счет структуры бумаги. На такой бумаге сложно создать динамику рисунка. Также вам может понадобиться планшет с зажимом для фиксации вашего рисунка на плоскости. Из применяемых материалов далее следуют пастельные карандаши и набор сухой пастели с маркировкой софт. Вообще, чем мягче и сочнее по цвету будет ваша пастель, то возможности создания разнообразных цветовых смешений будет больше, а также можно добиться сложных цветов и их переходов. Вам могут понадобиться нож канцелярский для поточки карандашей, наждачная бумага средняя или ближе к мелкой фракции для того, чтобы можно было натереть мелок в порошок и аккуратно растереть на бумаге. Обычно я использую это для фона или цветовых растяжек. Хорошо иметь подругой набор бумажных растирок и новую сухую губку для мытья посуды. Мягкий эластик-клячка поможет собрать вам лишний слой пастели или освежить тон. Когда вы оборудовали свое рабочее место, подготовили все необходимые для рисунка инструменты, можно начинать работу с фотографии портретируемого. Если вы не обладаете знаниями анатомии человека и не обладаете навыками академического рисунка, не беда. Есть способы перенести контуры лица с фотографии на бумагу несколькими техническими приемами. Самый распространенный способ – это перенос изображения по клеточкам. Такой способ и его описание вы можете найти в интернете. Еще один способ переноса через кальку с монитора компьютера. Если ваш монитор не является сенсорным и обладает диагональю более 15 дюймов, то увеличив изображение и зафиксировав его на мониторе, вы накладываете на монитор кальку и фиксируете ее края малярным скотчем к поверхности монитора. Для большей прозрачности бумаги кальки вы можете протереть обратную сторону бумаги, которая будет находиться и касаться монитора, протереть ватным диском, слегка смоченным в растительном масле. Излишки растительного масла можно будет собрать кусочком туалетной бумаги. После наложения кальки на монитор и зафиксировав ее края, вы берете тонкий маркер или простой графитный карандаш большой мягкости, ну примерно от 8b и выше, и аккуратно обводите все контуры лица, элементов одежды или фона. Этот способ можно использовать для копирования любых видов фотографий, портреты, пейзажи или натюрморты. После отрисовки всех форм и линий вы снимаете кальку и уточняете линии рисунка. Далее переворачиваем бумагу обратной стороной, той которую вы натирали маслом, и очень мягкими карандашами густо и жирно начинаем замазывать все нарисованные видимые линии на бумаге. Теперь, когда вы это сделали, остается только перенести рисунок на подготовленную вами пастельную бумагу, лежащую на ровной прямой плоскости. Мы с вами берем лист пастельной бумаги, кладем на ровную плоскость, накладываем сверху калькой лицевой стороной вверх, а замазанной стороной к поверхности бумаги и тонким заостренным предметом, ну например, это может быть непишущая шариковая ручка или какая-то остро заточенная, но не слишком с прям с очень острым концом, какая-то может быть палочка, это может быть вот палочки для еды, ну что-то вот в этом духе. И этим предметом мы с вами аккуратно еще раз обводим, как бы немножко продавливая все контуры, так, как вы это проделывали на экране компьютера. Обязательно следите за тем, чтобы композиция ваша никуда не съехала. Для этого нужно обязательно прижать как следует кальку к вашей бумаге при обведении рисунка. Затем снимаем кальку с бумаги и вот ваш рисунок готов. После этого можно приступать к нанесению пастельного слоя на бумагу, ну уже непосредственно к исполнению вашей работы. Итак, закрепляем вашу пастельную бумагу на планшете или столе и начинаем закрашивать рисунок мелками и прописывать линии контуров пастельными карандашами в соответствии с цветами на фотографии. Старайтесь точнее подбирать цвета. Смешивайте путем наложения цвета на цвет, пробуя на каком-либо отдельном кусочке бумаги такого же цвета. То, что у вас получится в итоге. В заключении вашей работы над портретом можно навести резкость линий, четкость контуром, цветными пастельными карандашами, старательно подбирая их по цвету в соответствии с цветом на фото. Ваш портрет с фотографией готов и можно приступать к оформлению работы. Итак, дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, ставьте нам пальчик вверх, подписывайтесь на наш канал. Много интересного вас еще будет ждать впереди. Спасибо, что были с нами. А с вами была Ольга Кудрявцева и команда нашего YouTube канала студии изобразительного искусства имени Степашкина Виктора Алексеевича.